Сравнение ящика подрезного Сразу извиняюсь, снимали на новый телефон Парень там хвастался, перехвастался Это Sony, новая Xperia Забыли пленочку снять с объектива Поэтому видео будет мутноватым Но видно меня Видно, что я показываю Видно, что я рассказываю Посмотрите, AT71 Модернизированный ящик AT117 Это когда мы уже говорили о том, что мы расширили щель Между третьим и четвертым для улучшения подреза Ну и соответственно, AT89 Это с металлическим скелетом Когда у нас не только ящик развивается вверх А вправо и влево И сегодняшнее видео Сегодняшнее видео будет посвящено Таким своеобразным Сравнением Бурта У нас за спиной бурт Большой ящик Шириной больше метра И длиной 3 с лишним метра И мы постараемся Я в предыдущих видео Немножко всегда уже подчеркивал Разницу между ящиком И соответственно буртом Но в этом видео мы постараемся Обособить Все эти Ну, всю эту разницу В одном ролике Смотрим С чего мы начнем? Мы, наверное, начнем с сравнения Сравнение мы начнем С комфортности жизни червей То, ради кого делаются эти ящики То, вообще, в целом Мы можем думать о конструкциях Но в первую очередь Мы должны думать о жителях Этих конструкций И когда мы говорим В первую очередь о червях О чем мы говорим? Ну, конкретно по нашему ящику И когда бурты мы делаем Зачастую они всегда широки Зачастую И получается, чем шире бурт Тем Своеобразно Как вам сказать Черви Они оставят по углам Где-то недоеденные То ли вправо То ли влево То ли в центре Вам тяжеловато полить Вот в данной ситуации Мой ящик, да? Наш ящик Было Когда поливаешь Ты где-то полил Где-то не полил И получается Когда начинаешь потом Выманку червя И потом то место Которое было плохо полито Но недоедено Они там начинают опять тусоваться То есть как бы И уже сложно их оттуда выманить То есть Как мы уже говорили В предыдущих роликах Бурт он поднимается 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 И он упирается В тот момент В котором уже Ну нет высоты То есть высоту Вы не можете больше развиваться Поэтому начинается процесс Выманивания Что такое выманивание Мы ставим ящики с прикормом А самый простой способ Выманивания Вы Перестаете кормить Вы не кормите Порядком Там Двух-трех недель Чтобы они доели Весь бурт Доели полностью Поверхность выровняется Вы увидите После этого Ставите ящики с прикормами Желательно На максимальную поверхность Ящики с прикормами Вот подойди сюда То есть они у нас На всю ширину ящика Вот если посмотреть То они Со всех сторон То есть Ну как бы без просветов Для того чтобы Лучший был контакт Вы ставите всю машину На всю ширину ящиков И что у нас с вами происходит Процесс выманивания Длится В теплый период времени Не меньше месяца То есть Процесс выманивания Длится ровно столько Чтобы все коконы Вылупились уже в бурту И в виде мальков Ушли к вашим ящикам То есть в теплый период Это порядком месяца А в холодный Не зря мы уже в курточках Снимаем там осенью Когда уже ночами Плюс пять Плюс шесть И когда Процесс вылупления коконов Может длиться и два месяца И полтора И два Да То есть мы говорим О резком замедлении Резком замедлении О вылуплении И тем самым Выманивание происходит дольше Это два Еще какие такие вот есть Минусы Минусы С чем мы столкнулись Почему мы роликами На конкретное Наверное из-за этого Основная причина Почему мы снимаем Конкретно из-за этого Начались очень сильные осадки Осень Осадки Они видимо везде Осенью осадки И что получилось Вот эти прикормы новые Начали промываться питательные вещества И выходить непосредственно В переработанный биобус И что у нас получилось То есть вот если я приподниму ящики Вы сами увидите Что под ящиками Какое-то дикое количество червя То есть мы не будем Сейчас я подниму Ну вот посмотри сюда Мы не будем вам сильно там подковыривать Но я вам просто поверьте на слово Под ящиком Подковыривая вилами Очень много червя Именно в поверхности До глубины 5-7 сантиметров Которых уже не было питательных веществ И они массово уходили в этот ящик Они уже уходили через дырки И все Мы думали заберем ящик И все там Ну разочек может еще раз так сделаем И все Нет уж не тут то было Ну получается поставили ящики Ящики промыли питательные вещества Во-первых Ухудшилось содержание В самом ящике питания Да потому что Ну соответственно вымылось Питательные вещества Во-вторых Теперь они пока не доедят Эти питательные вещества В старом своем биогумусе Они опять не пойдут На выход То есть мы не должны говорить Только о минусах Мы должны говорить А уже о сравнении О сравнении как это все происходит В ящике подрезном Мы говорим уже о прохладном этапе То есть на периоде времени Как это все происходит С подрезным ящиком Точно так же Мы дожидаемся Полного съедания сверху Потом загоняем штыри Между третьей и четвертой доской Выгребаем все снизу Под нолик Да Выгребаем все То как мы показывали вам Выгребение Мы показывали В ролике от С-117 Да Выгребаем все лишнее И ставим ящики сверху Вот вам наглядно Ставим ящики сверху Что у нас получается В верхнем слое Там где были какие-то очаги червей Мы их сняли Но это можно было не делать Мы просто дожидаемся Когда мы понимаем Что осень уже пришла Что надо начинать выманивание Мы живем В Ханты-Мансийске Где полгода зимы То есть надо понимать Что на улице мы не сможем работать То есть надо уйти в помещение Этих червей надо перебазировать в помещении Почему я вам неоднократно акцентировал внимание Поставьте эти ящики в стационарном месте В стационарном Если будете работать как мы на улице То каждую осень у вас будет та же примерно проблема Но это не проблема Если думать о том Что все-таки зима В теплых краях не настолько длинная Как в Западной Сибири Смотрите еще раз Мы подрезали Уже пол ящика освободилось Потом Мы поставили ящики с прикормами Мы видим Ты показывал уже Что здесь два ящика с прикормами И просто черви перебазируются в эти ящики Вы скажите Ну какая разница Ты же повторил картину Ты же повторил ситуацию Которая произошла в бурте Которая здесь произошла В чем же разница Я поставил ящики здесь Я поставил ящики здесь И казалось бы одно и то же Нет Мы говорим о плюсах подрезного ящика В данной ситуации Плюс что у нас Плюс то Что мы ставим эти ящики с прикормами Еще раз переведи сюда Мы ставим эти ящики с прикормами Тогда Когда нам это нужно То есть О чем я говорю Остается примерно месяц до зимы Месяц-полтора Мы начинаем выманивать Мы ставим эти ящики для того Чтобы мы подрезали готовый биогумус И мы поставили ящики на выманивание И обязательно накрыли все Крышкой Чтобы Ну соответственно Крышкой Ну в обычной Тенты Крышки Мы сейчас делаем Вот просто поддон Поставили Укрыли пленкой Либо Тентом То есть Еще раз повторюсь Вы это делаете в ящике Тогда когда это нужно Вы отбили вот этот полтора месяца До зимы И Выманиваете через полтора месяца до зимы А что происходит с буртом Он у вас наполнился тогда Когда он наполнился Если он наполнился вам за два месяца до зимы За три месяца до зимы То есть он наполнился тебе за три месяца до зимы И дальше что делать Полтора месяца на выманку Остается два месяца И какой смысл начинать Если полтора месяца до зимы У вас осталось два месяца А у вас полтора месяца только на выманивание уходит Неужели можно пойти на полумесяца на улицу? Вы не пойдете И то есть поэтому подрезные ящики, они самые лучшие Червеводство должно приносить удовлетворение Оно должно приносить не только плоды в виде вермикомпоста, прироста червячной массы Переработка органического вещества без вреда для окружающей среды Что очень интересно и приятно Оно должно приносить еще и удовольствие То есть удовольствие в том, что вы работаете и понимаете, что это не тупик Вот вы еще раз повторюсь Осталось три месяца, вы убрали бурт А дальше что? Уперлись в тупик, в мозгах вакуум Непонятно вообще, что делать Уходить в помещение, когда остается три месяца до зимы, ну как-то глупо Остаться на улице тоже как-то не очень хорошо получается Ящики полные И поэтому получается, что что делает бурт? Он заставляет вас держать еще один бурт Потому что вы когда выманиваете, вы должны высыпать в другой бурт Соответственно, вот так мы делаем Мы выманиваем и высыпаем в наши подрезные ящики соседние Мы высыпаем Поставили новые ящики Опять оно постояло несколько недель Опять высыпаем И зачастую это делается три раза Три раза для того, чтобы уже абсолютно все выманить То есть Подбиваем краткое резюме На мой взгляд Подрезной ящик Но я еще раз сакцентирую внимание Конусовидный ящик Еще раз повторюсь Посмотрите 71-е видео о Т71 Сакцентируйте внимание все-таки на том, что это конусный ящик Это намного эффективнее Намного эффективнее, чем бурт И когда мы даже сравниваем подрезной ящик с идущей грядой Это эффективнее и гряды При правильном подходе Потому что гряда Вы все неоднократно видели Мы, наверное, все-таки сделаем отдельный роник про гряду Гряды занимают большое количество места Она движется вперед внутри помещения И, возможно, можно ящиками больше кормить Больше занять Эффективнее использовать площадь внутри помещения Но, опять же, повторюсь Надо делать все правильно Для того, чтобы снизу в подрезаемом слое Вермикомпост был более зрелый Мы вернемся неоднократно еще к этому делу Давайте еще сразу пробегаемся Мы уже сказали о том, что при выманивании Когда температура падает Коконы вылупляются медленнее И с чем мы еще столкнулись Такой очень интересный момент Очень-очень интересный С чем мы столкнулись еще осенью 2015 года Вот вы выманиваете И у вас осталась Ну, какая-то часть червей осталась И тут приходят уже морозы Приходят морозы первые И вот когда ночами уже минус один, минус два Вот этот ваш ящик с прикормом Он достаточно быстро промерзает Потому что у него, соответственно, промерзание у него большое У него степень остывания большая Много стен И черви из него уходят в переработанный биогумус То есть о чем это говорит О том, что когда сильно похолодает Процесс выманивания очень будет проблематичен Поэтому работайте с подрезными ящиками И это гораздо будет легче И гораздо быстрее И самое главное Это нравится червям Они не парятся Они себе едят Они себе размножаются Плавненько поднимаются вверх Не надо им там лазить в какие-то ящики Куда-то перебазироваться в поисках еды Это все лишнее Поэтому Подбиваем краткое резюме Предлагайте варианты Мы всегда открыты для общения В описании к видео Предлагайте какие-то конструкции Верми компостеров Верми... Не знаю Верми лошу Верми подрезанных ящиков Предлагайте Пишите на электронную почту Предлагайте на всеобщее обсуждение Используйте Буквально даже Используйте Под этими видео Место для комментариев Как для общения Даже друг с другом Я не всегда имею возможность Отвечать на все вопросы Но вы задали вопрос А человек, который знает на это ответ Ответил на ваш вопрос И так и завязывается общение Наверное, на этом все До новых встреч Здоровья и счастья Наша судьба До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok